ПИКСЕЛЬГАН ПИКСЕЛЬГАНа. Шутера, оформленного в стиле Майнкрафт. Всё как обычно. Сначала описываю плюсы, а затем описываю минусы того или иного продукта. ПИКСЕЛЬГАН 3Д. Он же ПГ. Здесь можно стрелять, разрушать, крымшить врагов, делать всё, что вы хотите практически. Но для начала вам нужно обзавестись хорошим капиталом. А я имею в виду монеты и алмазы. Получить данную валюту можно двумя способами. Первый это, естественно, играть, получать награды, естественно, зарабатывать. Ну а второй способ, который я терпеть не могу, это донат. Ну, извините меня, во многих онлайн играх есть донат. Так что Pay2Win тут присутствует. Не обижайтесь, но это так. Конечно, об этом потом. Что я хотел сказать о геймплее. Геймплей тут завораживающий. Потому что тут можно и гаджетами пользоваться, когда время подойдёт. Из базуки палить, снайперкой, ну, в общем сказать, гасить. В ближнем бою сражаться как ненормальный, ну и так далее, и тому подобное. В общем, геймплей шикарный. Вот такое вот дело. Но, есть очень большое но в этом геймплее. О котором я расскажу, как всегда, чуть позже. Но теперь я продолжаю тему о плюсах этой игры. Пушки. Пушек здесь море, поэтому в Call of Duty вы столько не найдёте. Причём, каждая пушка имеет свою особенность. Конечно, некоторые, может быть, и не имеют. Но большинство самых крутых пушек имеют свои особенности. Поэтому, каждая пушка, естественно, принесёт вам какой-то эффект. Теперь давайте поговорим о графике. Графика здесь очень хорошая. Ну, естественно, если вы смотрите моё видео и включили его на максимальном качестве, то тогда да. А если нет, то, увы, это уже Ютуб. Хотя сейчас речь не о Ютубе идёт, а о самой игре. Конечно, если вы её включите, то вам графика точно понравится. Ещё тут удобное управление и хорошая конфигурация. Поэтому здесь вы не заблудитесь. Однако, если у вас будет много пушек, то тогда можно и заблудиться. Но это не точно. Что касается бонусов, то их довольно много. Приезжает торговец там, пушки крутые продаёт. В боевом пропуске алмазов много. Ну, конечно, если вы его улучшите до золотого пропуска. А так нет. Хотя там не только алмазы можно получить, но и сундуки, скины и даже целиковые пушки. Думаете, это всё? Нет, боевым пропуском это не заканчивается. Конечно же, есть кланы. А если кланы побеждают, то они получают тонну сундуков, тонну алмазов, тонну деталей для форта, которые нужно улучшать. В общем, очень большой топ. Однако, будут топ награды в том случае, если игроки в клане не будут лениться и все будут играть, захватывать зоны и участвовать в клановых рейдах. Тогда осы богатства будет, и топовые пушки из клана, и топовые гаджеты из клана, одежды из клана, ещё и подарки в придаче сможете дарить. Но, увы, клановые баги это уже обычное дело. Мда, вот такие вот у нас дела. Ну что ж, а самое время перейти к минусам этой игры. Ах, бедная-бедная логика в этой игре. Этой логики довольно мало, поэтому давайте начнём с самого мягкого и закончим с самым худшим. Но вот на данный момент я особый акцент выделил на королевскую битву, потому что тут логика просто ужаснейшая, даже хуже, чем в обычном бою. Ну, тогда вот вам пример. Импульсный миниган, редкое качество. Как одной обоймой можно завалить двух противников, да ещё и третьего зацепить? Это как такое вообще возможно? Чёрная дыра, три выстрела с полной бронёй и полным здоровьем может не убить. Это чё за логика, вот спрашивается, а? Снайперка вообще должна с двух выстрелов убивать? Отличная логика в кавычках. Но только если вы зайдёте в магазин, где за реальные деньги нужно что-то покупать, у вас вообще глаза на лоб вылезут. Так что это гигантский минус, можно так сказать. Может быть с донатом будут проблемы, но в лотерею вас точно будут проблемы, потому что логика здесь нулевая. К примеру, на супер сундук вообще очень долго копить. Какие нафиг драны заборы? Какие скины, от которых пользы нет? Это чё за дебилизм, а? Это вообще не лотерея, а полный траж. Может быть это и к лучшему, может быть это и худшему, я не знаю. Но во всяком случае обновление 18.0 было гораздо лучше. Думаете это всё? Нет, конечно. Давайте поговорим о балансе. Чего? Какой баланс? Да тут его вообще нету. Каждый раз, когда вы зайдёте в бой, вы увидите спамеров, 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 спамеров. Или какой-нибудь чувак приперётся вот как я с солнечной пушкой и начнёт всех выносить. Нормально, а чё так? А потом пошло всё, поехало. Нет, тем более что никто не запрещает пользоваться какой-либо пушкой. Но вот спам, это вообще баг, его вообще давно надо было убрать. Либо как-нибудь вывести на баланс. Нет, баланса же здесь никакого нет. Ой, как же я сожалею новичкам, которые будут эту игру скачивать. Как же я сожалею, тут столько такого... Ой, у вас просто голова пойдёт кругом. Нет, конечно же, всякую пушку можно контрить. Даже вот эту вот лютую имбу, которую я держу в своих руках. Нет, ну а как же, без инцидента ничего тут не обходится. Конечно, придут англоязычники или какие-нибудь русские мажоры. А того хуже гляди мелкие ютуберы, которые начнут говорить Ой, ты рак, ты лох, ты играть не умеешь. А вы сами попробуйте победить какого-нибудь там имбового игрока. Вот и тогда посмотрим, кто нуб. Конечно, спорить с этим фактом не нужно, потому что кто выигрывает, тот и выигрывает. А кто проигрывает, тот и нуб. Ладно, крайне ужасная комьюнити вас не удивила. Тогда что вы скажете насчёт бана? А, ну банят там читеров, хакеров всяких. Нет, банят простых игроков, которые даже не взламывают эту игру. Это у кого такой должен быть мозг, а? Конечно, почитав такие печальные и трогательные истории, сразу скажешь Нет, я в это вообще никогда играть не стану. Эх, ну ладно, ребята, пора подвести итоги этой игры. К сожалению, ну тут всего лишь два плюса. Первый это графика, а второй это геймплей и его расширенные возможности. Увы, но тут минусов оказалось гораздо больше. Это донат, баланс и ещё вдобавок баги. Всё это перевешивает все плюсы. Как сказал один человек, Ох, ребята, от вас одна головная боль. Прекратите уже, пожалуйста, а. Но мало кто слушает этого умного человека. Да, в общем, пришло время вывода. Задумка плохая, но реализация хорошая. Увы, но играбельность здесь плохая. Тут делать есть чего только у кого железные нервы. Окончательные выводы сделают только в самом конце. Ну а мы переходим к игре под названием Call of Duty Mobile. Неужели эта игра такая крутая? Сейчас мы всё посмотрим. Графика? Да на любой вкус. Главное, чтобы устройство было мощным, тогда и графику высокую точно потянет. Лаги? Лаги, когда вы снимаете эту игру? Забудьте о них, это вам не пиксельган. А с мощным устройством вы можете навсегда распроститься с торможением и лагами. Всё это, конечно, привлекательно, но самое время показать вам геймплей. Я думаю, что вы не будете разочарованы. Я думаю, что вы будете очень довольны этой приятной атмосферой. Ну а также увлекательным геймплеем настоящего шутера. Тут есть базуки, автоматы, снайперки, дробовики и многое-многое другое. Даже серия очков присутствует. Ну это гаджеты, ну например, роботы, автоматические турели, ещё вертолёты-невидимки. Даже гранаты тут есть. Ну, всё это реалистичный шутер. Конечно же, присутствуют некоторые элементы фантастики. Но всё-таки реалистичный шутер. Ну а теперь давайте о балансе. Баланс здесь, ну как бы сказать, 50 на 50. Могут попасться либо неопытные игроки, либо довольно опытные. Поэтому тут уже как попадёт. Это вам не пиксельган, где в каждом бою попадётся этот багаюзер-спамер. Тут такого багаюза вообще нету, потому что вам нужно потратить время, чтобы достать пистолетом, базуку, автомат, снайперку. Неважно что, но вам понадобится время. И ещё, тут любого профи можно завалить одним автоматом. Ну вы понимаете, каков урон у пушки, таков урон по игроку. В общем, слоу баланс здесь вообще можно сказать, нежели чем в этом пиксельгане. Ну а что же тут ещё приятного? Конечно, может быть вы этого и не ожидали, но комьюнити здесь более приятное. Поэтому русских игроков можно часто встретить, а то и 5 игроков в одном бою. Также не стоит забывать, что здесь есть даже тренировки с ИИ. Поэтому не забывайте, роботы вам в помощь. Конечно, опыта много они не принесут, но зато хоть что-то. Конечно, у этой игры есть и другие плюсы, но мы переходим к минусам этой игры. И опять 25. Это донат. Конечно, если донатить, то это будет нереально люто. А вообще, всё здесь очень дорого. Поэтому даже боевой пропуск и то стоит своих денег. Ну если вы первый раз заходите в эту игру. Но тут есть очень большое и большое но. Во-первых, донатить здесь вообще не обязательно, поэтому это несущественный минус. Второе, это то, что кредиты невозможно купить за реальные деньги. Вот это как-то странно. Почему очки-код можно купить, а кредиты нельзя? Это как-то странно, но всё-таки по-честному. Конечно, есть ещё один мелкий минус, но это касается времени, так что он не такой существенный. Ну и вроде на минусах это всё. Ну что ж, раз это всё, значит самое время объявить игру победителя, которая достойна своего места и звания. И побеждает игра Call of Duty. Геймплей, графика, настройки, честность геймплея, баланс. Всё это в одном Call of Duty. К сожалению, Pixel Gun всё заваливает. Однако, ему нету равных по уникальности. Поэтому Pixel Gun можно считать универсальным. Увы, но применить слово «баланс» в Pixel Gun невозможно. Его достоин только Call of Duty. Поэтому, когда в Pixel Gun всё исправят, только тогда можно будет сказать, что баланс там хоть какой-то. Ну что ж, а я благодарю всех за просмотр этого увлекательного видео. Не забывайте ставить ваши лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok